Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Айка и Эмили. И если вы до сих пор не подписаны, буду признательна каждому, кто подпишется. Сегодня у нас морепродукты. Я знаю, что вы обожаете. Я тоже люблю. Сегодня осьминог. Достаточно такой большой. Вот такой вот аппетитно выглядит. Пахнет обалденно. Красная рыбка. У меня здесь креветочки, хлеб, такой немножко салатик. В общем, поляна, что надо. И давайте приступим. Креветки взяла уже очищенные. Еще немножко почистила сама. Макаем на отшарап. Раньше была не любитель вообще морепродуктов. А сейчас вкусы меняются. Обалденно вкусно. Креветочки вообще. Любовь моя. Вчера увидела сюжет чисто случайно. Возможно, вы тоже на него натыкались в ТикТоке. Там взяли две помады. Обычные помады для женщин. И решили сделать экспертизу. Одна помада класса люкс. Которая стоит там 4-5 тысяч рублей. А другая обычная. Мейбелин или что-то такое. Но среднего класса, так скажем. Не совсем какая-то китайская поделка. А вот среднего класса помаду взяли. И решили сделать экспертизу. И посмотреть состав этих помад. Действительно ли он так сильно отличается. И что вы думаете? Как вы думаете, что оказалось? Оказалось, что состав даже вот этой вот дешевой помады намного лучше, чем состав дорогой. В другой помаде содержатся компоненты, которые влияют на наш мозг. Неблагоприятно. Лишь бы, чтобы помада долго держалась. Но если честно, у меня есть даже помада от Шанель. И не могу сказать, что прямо она держится. У меня 24 часа. У меня ни одна помада не держится долго. То есть, это просто из ряда фантастики для меня. А еще больше я была поражена, когда посчитали, сколько стоят ингредиенты, которые использованы в помаде. Оказалось, что помада, которая стоит 4,5 тысячи рублей. На нее было потрачено сырья где-то на 100 рублей. Я такая думаю, вот оно что, Михалыч. А то все выпускают свою линию косметики и покупают себе самолеты, как Кайли Дженнер. Вот оно что, Михалыч. Оказывается, тут бабки. И вы знаете, что я поняла? После просмотра этого ролика я поняла, что я не буду покупать супер дорогие помады. Уходовую косметику я соглашусь с вами. Да. Там содержатся компоненты, которых нету в каких-то дешевых кремах. Но что касается декоративки... Для меня вот Никс. Для меня Никс это мой уровень. Дороже этого я не готова платить. Я, конечно, все понимаю. Вот раньше, когда я была на первом курсе или нет, по-моему, на первом где-то курсе доллар резко подскочил и не знаю, как у вас, у нас вот сильно поднялись цены. Даже магазины закрывались на один день, чтобы поменять все цены в магазине. Вот. И после этого, например, Middle Market, который стоил не так дорого, стал стоить как люкс. А люкс вообще взлетел. Раньше я покупала помаду от Шанель за 42 моната. Это делает полторы тысячи. Но не знаю, как у вас. Сейчас таких цен абсолютно нету. Помада от Шанель стоит где-то в районе трех с половиной. У нас так. Напишите, пожалуйста, вы у вас, как стоит. обалденно, вкусно. Давайте приступим к осьминогу. Ой. Вот так вот он выглядит. Пахнет обалденно. Не впервые, кстати, пробую. До этого тоже пробовала. Ничего не скажешь, вкусно. Еще заказал супер-большого осьминога. Прям вообще, как у корейских мукбанкеров. Уже 1 декабря. Надо думать, как украшать квартиру, что делать. Уже надо ставить елку. Необычный вкус. Вот если вы не пробовали осьминога, вам советую попробовать. Это однозначно очень вкусно. И такой необычный вкус. Если честно, я заказала осьминога по космической цене. Потом мне перезвонили и сказали, того размера, который хотите вы, нету. Есть чуток поменьше, но мы можем вам уступить немножко. Я сказала, давай, неси. И вот привезли это. Но я хотела вообще большое. Не фортануло. И, наверное, заказывать надо у них тоже. Мало же покупателей. Вы знаете, я, с одной стороны, понимаю вот эти доставки, почему там нету осьминогов, наверное, потому что люди это не покупают. То же самое с супермаркетом у нас внизу. У нас открылся. Огромный супермаркет. Но с выбором всего. Всего дофига в супермаркете. И мы как бы так обрадовались. Думаю, вау, еще один супермаркет. А у нас и так, и так, около четырех супермаркетов в одном дворе. Причем такие большие. Ну, я думаю, как классно. Спустилась, сразу выбрала, что для мукбанка можно снять. Поднялась наверх, сняла видео. Это же просто отлично. Вот. Потом я начала замечать, что там все меньше и меньше выбора. И мама говорит, почему не могут привезти? А я сама себе прокручиваю в голове. Например, я, хозяйка супермаркета. Если эти продукты не продаются, они гниют, портятся. И это все деньги. Много раз видела, как там на витрине были уже пожелтевшие брокколи. Например, никто не купил. Выбрасываешь это все, уходишь в минус. Если бы это был бы единственный супермаркет, это все бы продавалось. Но дело в том, что на каждом углу открывают. Огромная просто конкуренция. И продукты, это не просто какие-то вещи, которые, например, сегодня не продались, продадутся через месяц. Или в этом сезоне не удалось продать, продам в следующем. Поэтому так смотришь и думаешь реально, а что делать человеку? На витринах все меньше и меньше товаров. Поэтому прежде чем строить бизнес, надо задуматься о том, что пойдет ли это, какая там конкуренция. А что, а как? Креветочки вообще топ. Разъединяем. Разъединяем. И мне кажется, скоро месяцев еще, наверное, 5-6 и один из этих супермаркетов точно закроется. у нас еще в дворе есть. такой совсем маленький, вот прям, знаете, 3 квадратных метра вот такой вот маркет. точнее даже ларечек. Вот в такие места я вообще не захожу. Во-первых, там невозможно оплатить карточкой, что является самым главным моментом для меня. иногда даже я готова переплатить, но лишь бы заплатить карточкой. у меня такая шляпа, то есть я плачу налоги. естественно, моя зарплатная карточка с ютубом, она в долларах. и когда ты эти деньги обналичиваешь, ты платишь процент. Поэтому мне невыгодно наличкой платить. То же самое у меня было, например, за интернет. Приходил парень и брал оплату. Я у него спросила, говорю, я не хочу вас беспокоить, я хочу сама платить через интернет. Возможно, вы когда придете, меня не будет дома или еще что-то. То есть приходит и из дома берет тебе оплату. Это реально очень неудобно. Он сказал, что не беспокойтесь, я наоборот получаю процент с того, что я хожу по квартирам и беру оплату. Мне как бы не хотелось обидеть человека. Потом еще пару месяцев я платила наличкой. А потом я подумала, я не боюсь обидеть человека, но при этом я сама страдаю. Ну, как страдаю, переплачиваю, получается. поэтому приперся, дурачок. это просто вечно голодное животное. Вечно. 24 на 7. Вечно хочет кушать осьминог, топчик. Причем приготовили тоже офигенно. Такой какой-то соус классный. первый раз, когда пробовала осьминога, мне было немножко противно. А сейчас как это привычно, думаю, ну, какая разница. Форель или осьминог. Все одно и то же. так, я ничего не вижу. Поэтому вот такие вот дела. Идеи моего бизнеса, то, что я хочу сделать, это не просто магазин, это не просто кафешка. это производство. Но пока что у меня нету денег. Пока я куплю машину, еще что-то, эта идея, возможно, даже будет неактуальна. Но у меня, знаете, мечта иметь какой-то холдинг, иметь какую-то крупную компанию по производству чего-то. Но это так, чисто мечты, сны, что я хочу, что мне снится. На этом все, мои хорошие. Было очень вкусно. Осьминог был обалденный. Просто ставлю ему лайк. Не забывайте подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!